Ваше видео не подходит монетизации, потому что играет Абба. Саша, второго шанса не будет. Сегодня проходит какой-то парад кораблей в Белграде. Мы хотим его подснять. Пока что непонятно, как оно должно выглядеть. Мы вот где-то в середине набережной, наверное, находимся. Видим какой-то туман в конце. Непонятно, туман это или что-то сгорело, может быть. Может, все корабли сгорели уже? Ну, бы серый туман, а он, пожалуй, бы вверх. А, да? Да, вот эксперт нам говорит, что если бы они горели, туман бы шел бы вверх. Это просто лоск есть, понимаете? Да, Сергей не смотрел лоск. Не смотрел, ходячки от сердца. Да, я вообще ничего не смотрел. Да. Вот здесь рыбаки, как там, в море, на море, где ловят рыбку. Рыбаки ловят рыбку. Девушка седобласый, где они волосами с бородой. Девушка седобласый? Да, вопрос. Вороки. Ну, суть по воде, я не знаю. Наверное, страшная рыбка оттуда может выловиться. Да. Ну, зато занятие для дедов. Кстати, мы сегодня стримчик проводили, наш небольшой, по поводу митингов в центре Белграда на ТРГ Республики. И я упоминал фильм, этот самый, Джон Вик, четвертая часть. И опять же, там затронута такая история, что они там все братья-братушки. При этом, при любом финансовом, как бы, перегибе в их сторону, они сразу их братуши здесь почему-то все время куда-то отпадает, и они начинают добивать свою братушку. Там 20 килограмм слюней. Какой гей, да? Больше. Ушки красивые. Там просто одни слюня. Это отсюда, наверное, прикольно. Судя по всему, ничего не началось, потому что люди, вот как бы, выстраиваются и занимают места, чтобы никто не подокрался. Чтобы никто не пропустили. А там есть же спуск на саму набережную. Вот, смотри, там люди сидят внизу. То есть, видимо, парад еще... Сверху, ты видишь, там все впереди. Сверху, ты видишь, там все впереди. Ну, они ее ловят, потом выкидывают. Она лежит такая. Ей кто-то выклевал глаза. Горячего копчения. Это просто даже тунец. Просто маленький. Как? К Туман приблизился. А вон, смотри, КТуман. А-а-а. Может быть, чтобы они эффектно выходили. Это просто какие-то катера-яхты. Я бы не сказал, что это прям корабли. Может быть, это имеется в виду катера-яхты. А-а-а. Ну, теперь Сергей и душнило. Понятно. А куда идешь? Ну, видимо, здесь должен был быть выезд, но они решили его не делать. Впереди вот это здание высокое. Рядом за ним находится торговый центр галереи. Так, если видно, какое-то количество катеров-яхт вблизи тумана появляется, их все становится больше. И, видимо, они должны будут поплыть куда-то в направлении. Ну, то есть по Савве в ту сторону. Вот РГ. Вот РГ. Блин, как она называется? РГ. Торговый центр галереи. Здесь река Савва. Не Дунай. Странные дорожки, которые построены. Да, и, видимо, здесь по одним чертежам был задуман выход, но его здесь нету. Видим буквы БВ. Делград на воде. Вот таких кораблей вот нет. Они взяли эту туманку, чтобы опять не выходить. Ну, прилично. Ну, мы, может, где-то расположимся. Вон, смотри, впереди есть площадка такая. Видишь? Может и расположимся. Я думала, просто магазин такой-то будет. Ну, потом до галереи дойдем. Хочу идти. Там магазины есть. Опять же, БВ. Это музыкальная открытка. Ну, это кредитная полиция. Это полиция. Кто палится? Полиция. В целом, не очень понятно, что за задумка с набережной, потому что половина выходов, нет выходов. Здесь чья-то тачанка спрятана. Я даже не могу понять, что за тачанка, для чего она. Пока мы ждем, что корабли до нас каким-то образом заплывут. Да, очень шумно едет трамвай. Здесь торговые ряды, а-ля такой маркет. Какие-то свечи, сыры. Мне вообще всегда было странно, как вот сыр на солнце лежит. Опять же, вот эти копченисти детские рисования, детская зона. И вот 100 метров Белград на воде, если видно, что там просто уже безумное количество людей. и виднеются уже первые какие-то корабли. И, кстати, вот эти суда, они с людьми, с пассажирами. Смотрите, люди просто стоят, ждут, когда до них доплывет этот парад кораблей. странно, что у них в целом нет каких-то гуляний на кораблях, либо, ну, просто мы не видели. судя вот по кораблям, которые стоят у причала, наверное, все-таки есть. Мы просто ни разу не видели. Водные мотоциклы. Мы опять сидим около этого мурала, если вы его не видели ранее в наших шотах. Должен сказать, что здесь разливают разливной полайнер за 270 диннеров. И мы на ТРГ Республики выпили стелу арту за эти 340, что как бы вообще, мне кажется, не позволит. «Спартак чемпион» «Спартак чемпион» удивительно. И он, в общем, вот это называется парад кораблей. 2,4,6,8. Хочется просто посчитать, но, наверное, 40-50 таких небольших ях. Девочка недовольная говорит, это что, и весь парад? «Спартак чемпион» «Спартак чемпион» но там против солнца и мне кажется не особо видно но как бы всего лодок 40 наверно 50 все это весь парад они туда-сюда будут плавать взяли вот такой вот бургер барбекю без лука я конечно честно не очень представляю как в квартирах ближайших к этому мосту шумит но вечером как будто он может тише ездить короче этот бургер барбекю стоил 640 диннеров картофан фри ну и чё я попросил нам разрезать пополам черный булочкой дико мята рулит возвращаемся в общем вся история с парадом то что они проплыли куда-то до вот следующего моста у галереи развернулись его были обратно лодок яхт не так много при этом еще как бы несколько вот пассажирских лодок не знаю как их назвать их сопровождает водная полиция но на этом парад кораблей видимо как бы закончился при том что он вроде как объявлен до 10 вечера пойдем сейчас посмотрим что за мероприятие проводит белград на воде но а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...